Началось все с попытки благоустройства. Жистили пяти домов по улице Строительная. Заключили договор с ООО «Байкал-Агрострой» на проведение канализации водопровода. Уже два месяца на просьбу установить на колодце люки и разровнять улицу после выполнения земляных работ. Подрядчик, по словам жильцов, не реагирует. Вот был первый дождь, да, нас топило из-за того, что дорога разрыта. Я от ворот 36 ведер унесла воды в канаву. Эту канаву под дождем целый час мы ходили с соседом, с ломами, с лопатами углубляли, чтобы не затопило моих соседей, которые ниже живут. Эти камни вдоль дороги жильцы выложили сами, чтобы хоть как-то преградить путь автомобилям. Из-за разбитой дороги и незакрытого люком колодца они проезжают по улице прямо возле стен дома, все сильнее разрывая канаву. Это видео, снятое с жильцами. На них первый этаж дома, полностью затопленный. Вот поток вдоль тропинки шел вот сюда. Здесь сначала все залило полностью. Текло вот сюда, текло на грядке, и основной поток шел вот в сливную яму. Возле сливной ямы у меня вот в этой комнате унитаз, через который вся эта грязь, вся дождевая, выплыла наружу вместе с глиной, с камнями. Как оказалось, претензии к Байкал-Агрострою есть и у соседей. В пять домов по этой же улице проводили водопровод в прошлом году. Однако зимой он перемерз, оставив жильцов без воды. Один из соседей решил разорвать договор с Байкал-Агростроем, однако вернуть аванс теперь не может. 50 тысяч они не должны. Полтора месяца я с них просто-напросто ничего не могу выходить. И я просто-напросто сейчас нанял юристов и буду с юридической точки зрения с ними говорить все. Нам удалось дозвониться в компанию Байкал-Агрострой. Новая директора от встречи с нами отказалась, но заверила, что в ситуации разберется. И работу подрядчики закончат до конца этой недели. Елена Петрова, Илья Зиновьев. Новости дня. Молодцы, парень Голхозов.